Вместо холста и кисти камера смартфона, но Рефать Ямбушев в полном смысле этого слова художник. Каждая фотография построена по всем законам изобразительного искусства и на всех красоты родного края. Первая выставка Мордовия во все времена года, поэтому и название выбрано созвучное. Здесь и природа, и городской пейзаж. Все работы особенные, как и сам автор. Рефать Ямбушев видит окружающий мир иначе, чем большинство людей. Зрение у него слабое, зато смотрит фотохудожник куда глубже. Поэтому каждая работа наполнена глубоким смыслом. Как признается сам, автор ни в натюрморте, ни в портрете такое бы не получилось. Я даже не буду пытаться, так как я, боюсь, не увижу черты лица человека до конца, мелкие, мимику лица, улыбку. А природа, она что? Ну, объемный мир, который терпит и ждет, когда его завпечатлят, наверное. Для того и существует мир прекрасный и красивый, чтобы его фотографировать, мне кажется, любому. Да и, конечно, я понимаю, что это сложно. Но все-таки у меня зрение остаточное, что позволяет как-то этим заниматься, фотографировать. На одной из весенних работ зритель видит полную луну. На самом же деле это круглая льдинка в оставленном на морозе ведре. Как признается сам Рефать Ямушев, главной фотографии найти правильный ракурс. Прекрасный он видит в мелочах. Первая выставка художника стала возможна благодаря проекту музея Эрзи для инвалидов по зрению видеть невидимое. Рефать стал его активным участником. Персональная экспозиция времена года открылась в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех», которая проходит во всех регионах с 1 по 13 декабря. Мы узнали о том, что он увлекается фотографией. И увидев его фотоработы, поняли, что они вполне достойны того, чтобы экспонироваться в художественном музее. Потому что это художественные фотографии. А автор – это фотограф-художник. Творческий потенциал у Рефатья Ямушева большой. Новые работы появляются каждый день. Следующую свою выставку он планирует собрать в жанре городского пейзажа в стиле старины. Одна из пробных работ уже вошла в первую экспозицию. Времена года будут доступны посетителям музея Эрзи до конца года. Ирина Семенова, Сергей Соколов. Народные новости.